Хозяйка тепличного городка Татьяна Алексеевна Троленко, в этом море цветочного разноцветия, словно добрая волшебница. 35 лет она, как истинная фея, безошибочно владеющая своим искусством, колдует на грядках у озеленстрой, чтобы восхищать и радовать город-курорт. Без кропотливого труда красоты этой не будет. Но и в душе, если я не буду чувствовать эту красоту, не будет желания у меня, любви к этим растениям, конечно, красоты такой уже не будет. За искреннее служение делу Татьяне Алексеевне в прошлом году глава города Сергей Сергеев вручил медаль за вклад в развитие курорта. Цветы на анапских улицах и скверах – это как золотой валютный запас. Мысли об этой красоте возвращают к нам в Анапу миллионы отдыхающих год от года. Но богатство на клумбах – это еще и невероятный труд в теплицах. Кто не знает, сколь микроскопичны семена портулака. Ну вот уже выстроились, как по ранжиру, вручную рассеянные в торфяные таблетки сеянцы. А сколько еще предстоит понянчить этот детский сад до буйного цветения? Потом с этой таблеточки в горшочек, потом с горшочка на клумбочку, потом получается такая красота. Эту красоту она добывает по всей стране и миру, полагаясь на знания и опыт. Благодаря этому обычная герань, а по-научному пеларгония, перекочевала с подоконников на клумбы элитных здравниц. Герань деревенская, да. Но в деревне какой обычно? Красный цвет? Да. Красный, а тут вон какие расцветки всякие. В этом году на 20 тысяч растений прибавится на клумбах и нежной бегонии. Удивительно, но этот цветок королевских парков и дворцовых скверов все больше завоевывает на жаркий город. Просто мастер знает точно, где такой хрупкой красоте место. Полутень на солнце, она нет, она погибает. А вот где тенистые такие аллейки, на Протапово мы садим ее. Потом набережная вот с этой стороны, где музей, вот этот, Горгипия по этой стороне, вот садим, Горького. А вот настоящий новичок в нашем городе Ипомея. Два цвета изумрудно-зеленый и бордовый украсят подвесные кашпо и змейки. Хотим попробовать, как она будет у нас смотреться на городских улицах. Также у нас для клумб будут новые растения. Вот катарантус. То есть тот же, можно сказать, бальзамин. Только немножечко ярче, немножечко выдержанней в нашей зоне, в нашем климате. И цветение у него более продолжительное. Длительный срок, до самых холодов, до самых заморозков. Очень яркие окраски. Надеюсь, что нашим жителям эта красота понравится. И с достоинством будет относиться к нашему труду, к нашей красоте, к нашим посадкам. В которые мы вкладываем душу и, конечно, с настроением все это садим. Ежегодно теплицы Озеленстрой добавляют количество рассады на десятки тысяч штук. И не только потому, что добавляются площади. Частенько приходится восстанавливать разоренные цветники. На данный момент уже у нас распекировано 230 тысяч рассады. Будем очень надеяться, что труд Татьяны Алексеевны и ее коллектива город будет ценить и дорожить каждым цветочным кустиком. Продолжение следует...